В студии Александр Кошапов. Здравствуйте, в эфире программа «Парадокс». Итак, она посвящена сегодня тому, как можно уволить так, чтобы и сотрудник не обиделся, и компания не пострадала. Кризис — это возможность. Во время событий 2008 года работодатели получили возможность под предлогом кризиса массово сокращать людей, даже когда в этом не было необходимости, и назначать зарплаты поменьше. Тогда сотрудники отнеслись к этому с пониманием. Рецессия ведь. Однако после кризиса прошло уже 5 лет, сотрудники научились отстаивать свои права, и иногда это доходит до парадоксальных ситуаций, когда вроде бы сотрудник заслуживал, чтобы его уволили, но по закону это сделать никак нельзя. О том, как компании, рекрутинговые, юристы, а также самосотрудники находят решение этих ситуаций, нам сейчас расскажет Юлия Чашина, это HR-директор рекрутингового портала «Суперджоб». Добрый день. Здравствуйте. И Надежда Илюшина, руководитель практики трудового права юридической фирмы «Голдсблад БЛП». Добрый день. Здравствуйте. Вам всем удобно, надеюсь? И, уважаемые радиослушатели, звоните нам по телефону 65 10 99 6, код города 84 95, пишите на сайт Финам.ФМ на страничку программы «Парадокс», а также можно проголосовать по СМС номеру 5533. Вопрос следующий. Нужно ли отменять трудовую книжку или нет? А. Отменять. Б. Русская. Оставить. Сейчас многие компании требуют, чтобы работник приносил к ним свои трудовые книжки. А если работник совмещает, и у него трудовая в другой компании оформлять по трудовому договору или договору подряда, работодатели не всегда соглашаются. В этом случае сотрудник остается без приработка. И вот мы хотели бы, благодаря вашим СМСкам, узнать, нужно ли институту трудовых книжек кануть в лету, или все-таки пусть остаются, как какие-то гаранты, хотя бы формальные гаранты, прав. Ну, кстати, вот сразу начну с экспертов. Вот по поводу трудовой книжки. Нужно ли ее оставлять, или пусть уйдет в пережиток прошлое, как многое, что у нас ушло с Советским Союзом? Ну, лично мы считаем, что это полный рудимент, абсолютно ненужная совершенно никому вещь, которая только усложняет бизнес компании, усложняет бизнес работодателю. Документы оборот. Внутри процессы, да, документы оборот. Ну, извините, действительно, сейчас вы как пятая нога. Потому что нужно ее принести и заполнить правильно, и не дай бог ее заполнишь еще неправильно, и потом работник пенсию не получит, и что-то. И при увольнении тоже ее и выдавать нужно, и чтобы он в последний день за ней пришел, а если не пришел за работником, нужно гоняться, чтобы ему вручить эту книжку. То есть там целая история. На самом деле, это же из-за Советского Союза, еще вся история пошла, когда у нас была вот эта плановая экономика и так далее. То есть документ принес, да, это подтверждает твою, скажем так, трудовую историю. А сейчас мы живем в 21 веке, век высокой технологии, когда у нас есть резюме, мы можем его показать, у нас есть трудовой договор, все налоги, все пенсионные отчисления, они уже в электронном виде, все это в фондах регистрируются. То есть, по большому счету, чем заменить, есть. И опять же, есть рекрутинговые компании, агентства, порталы. И понять, работал ли человек в какой-то там конкретной компании до него, это все можно сделать, можно поднять трубку, позвонить, все друг друга знают. Поэтому я считаю, что это совершенно ненужная вещь, она усложняет жизнь. Юля, а как вы считаете? Да, совершенно соглашусь с Надеждой, потому что не совсем понятно, какой функцией сейчас служит трудовая книжка, потому что, действительно, подтвердить стаж с помощью трудовой книжки, согласитесь, можно написать мне что угодно, как бы не факт, что сотрудник работал. Поэтому все налоговые отчисления, да, действительно, мы видим через ФСС, через там справку о налогах. А трудовой стаж, да, действительно, подтверждается резюме, рекомендациями, и, собственно, нам, скорее, там, не важно, там, в какой должности он работал, главное, что он умеет и хочет делать. Ну да, вот эти вот... Как бы с помощью трудовой книжки ты никак это не поймешь. Вот эти вот главные моменты все-таки, что сотрудник умеет делать, либо что он не умеет делать. Либо, если он как-то себя показал на испытательном сроке, его берут на работу, а потом вдруг выясняется, что это была такая личная пиар-компания, личная рекламная акция. Сотрудник расслабился, перестал соответствовать всем требованиям, которые соответствовал во время испытательного срока, и все. Работодатель начинает задумываться о том, что зачем я это сделал, зачем я не продлил ему этот испытательный срок, который позволял на законных основаниях как-то попроще с ним расставаться. И вот в связи с этим, я не хочу сказать, что все сотрудники сразу расслабляются после истечения испытательного срока, но в связи с этим возникает вопрос о том, что бизнесу, который, особенно малый бизнес, которого очень сильно облагают как налогами, так и административными возможными удушениями, нужны еще какие-то административные, бухгалтерские, любые маневры для того, чтобы проще вести свою деятельность, проще освобождаться от нежелательных сотрудников, нежелательного персонала, проще нанимать желательный персонал. Речь не идет о том, что узнал, что кто-то предлагает меньше зарплаты, речь идет о том, чтобы проще и удобнее вести свои дела. И вот в связи с этим, нужно ли, скажем так, пойти навстречу предложению нашего бизнесмена господина Прохорова, который хочет просто упростить до нельзя процесс увольнения? И тем самым, с одной стороны, вот как многим кажется, сотрудник останется просто незащищен. Я вмешаюсь в диалог, потому что как раз буквально две недели назад, наверное, была на заседании комитета Минтруда и соцразвития, которое было посвящено как раз вот этой теме по упрощению документа оборота и внесению изменений в трудовое законодательство именно для малого и среднего бизнеса. Как раз есть такая инициатива, я вхожу в, собственно, эту инициативную группу. Да, я действительно палка о двух концах, потому что, с одной стороны, хотелось бы упростить деятельность для этого малого бизнеса, потому что, и среднего в том числе, потому что, в общем-то, все законы сейчас существующие, как бы, они скорее действуют и защищают там наши крупные компании, и такие, которые составляют, не знаю, там 90% ВВП нашего, и там Газпром, и Роснефть, и прочие там добывающие вещи. Компании с госучастием, либо госкомпании непосредственно. Конечно, маленькие совершенно компании, у которых численность там 10 человек, они просто, ну, и физически не могут выполнять эти требования, которые предъявляет трудовое законодательство для оформления и ведения деятельности. Ну и большей части, ну, просто банально не нужна для того, чтобы они могли спокойно существовать и как-то зарабатывать деньги. Но, с другой стороны, к этому действительно нужно относиться аккуратно, как бы, вместе с водой не выплеснуть ребенка, и чтобы действительно работники все-таки получали и те социальные гарантии, которые предоставляет им сейчас трудовое законодательство. Чтобы они там, ну, все-таки не были лишены тех выходных пособий, которые, к примеру, там, положены по определенным вариантам увольнения. Знаете, я, со своей стороны, хотела бы еще вступиться не только за малый, да, и средний бизнес, но за большой бизнес тоже, особенно за бизнес с иностранным участием. Потому что большие компании, в том числе, в том числе международные, несмотря на то, что они находятся в России, все равно на них распространяются некие такие политики, которые спускаются из зарубежных иностранных компаний по защите, да, и правильному отношению со своими работниками. Потому что очень многие огромные компании создают специальные, там, службы абонсмен, куда работник может обратиться, если он считает. Ну, то есть, действительно, меры по защите, как бы, работника внутренне, они все равно существуют. Но если работник начинает злоупотреблять или неправильно, или не так исполнять свои трудовые обязанности, то у работодателя по закону все равно очень мало, да, скажем так, ресурсов, да, инструментов. Вот, но абсолютно соглашусь с Юлей, что палка о двух концах, потому что, понимаете, у нас по статистике, да, сколько компаний у нас в России зарегистрировано, несколько миллионов. Причем из них большой бизнес, скажем так, ну, назовем его честный, правильный и полностью белый, это не очень большая часть. И он готов полностью соблюдать трудовой кодекс. И аккуратность введения вот этих вот вещей заключается в том, чтобы не дать компаниям, которые, ну, назовем это, не совсем следуют букве закона, да, целиком и полностью, да, не дать возможность тоже злоупотреблять, закручивать гайки своим работникам и всячески там, не знаю, не хочу слово рабство, да, использовать, но тем не менее. Ну да, некое пространство для манипуляций. Да, но с другой стороны здесь тоже, ну, я думаю, что мы это уже после, да. Да, после новостей, большое спасибо. Итак, мы продолжаем. Меня зовут Александр Кошапов, гость нашего эфира Юлия Чашина, HR-директор рекрутингового портала Суперджоп. Надежда Илюшина, руководитель практики трудового права юридической фирмы Goldsblood BLP. Тема наша следующая. Нужно ли упрощать систему и возможности увольнения сотрудников? Ну, естественно, в ответ на требования персонала нужно ли упрощать возможности найма? Этого самого персонала. Ну, а проголосовать по номеру смс P5533 вы можете с ответом на следующий вопрос. Нужно ли отменять трудовую книжку или нет? А. Отменять. Б. Оставить. Звоните нам по телефону 6510996, код города 8495, либо пишите нам на сайт финанс.фм на страничку программы Paradox. Ну, а мы продолжаем. При предыдущей четверти мы затронули тему о том, того, как трудно компаниям с иностранным участием вливаться в традиции российского ведения бизнеса и российского поведенческого кодекса сотрудников, о том, что некоторые сотрудники злоупотребляют слишком человеческим отношением и человечным отношением иностранных компаний к самому персоналу. В то же время некоторые работодатели не совсем понимают, какие требования нужно предъявлять сотрудникам иногда с иностранным участием. Ну, то есть, например, не делают скидку на холод, на 40-градусный мороз. Ну, зачастую бывает так. Приезжают с южных стран, открывают здесь свои филиалы, а тут у нас люди иногда замерзают, иногда им нужно какое-то время для раскачки. Ну, то есть, я это сейчас как пример привел. Я просто о том говорю, что иногда компании с иностранным участием не всегда к этим традициям готовы. Для этого есть консультанты, потому что, ну, понятно, что на самом деле они прислушиваются. И, выходя на российский рынок, они стараются исследовать как можно больше и учить как можно больше факторов, как им делать, как ведется бизнес. Они же проводят огромные маркетинговые исследования, исследования рынка, учитывают все и все, да, и в том числе любая компания международная при выходе на рынок, она всегда обращается к консультантам, да, и задает нужные им вопросы, в том числе и по российскому праву. Поэтому, если компания задается этим вопросом, она получает на него правильный ответ, и компания уже выстраивает свою деятельность, исходя из того, как нужно это делать. Вот, поэтому в этой связи я за большой бизнес спокойна, потому что компании, они все-таки больше стремятся. У них же огромное количество всяких антикоррупционных политик, политик по соблюдению, там, прав человека и гражданина, и так далее, и тому подобное. И они действительно все стремятся его выполнять, потому что, понимаете, компании, либо это какой-нибудь, там, американская, да, компания, либо британская, любая, да, европейская, у них есть свои локальные комплайнс-политики за рубежом, и даже за несоблюдение каких-то требований российским подразделениям, головная компания у себя в домашней стране может получить довольно-таки большую головную боль в виде штрафов, предписаний, разбирательств. Плюс многие компании, которые выходят на рынок, они берут кредиты, да, на открытие бизнеса с вот этими глобальными, да, инвестиционными фондами, и они обязаны регулярно отчитываться о нарушениях, которые они допустили, оштрафовали их, не оштрафовали государственные органы. И даже по условиям некоторых кредитов, если ты не соблюдаешь законодательство, и тебя привлекают к ответственности, то там, либо тебя могут заставить этот кредит огромнейший, выплатить там одним махом, либо как-то условия поменять, то есть там все достаточно жестко, и поэтому, ну, то есть бизнесу иностранному здесь тоже особо не разгуляться, по большому счету. Вот, но с другой стороны, опять же, да, возвращаясь в вопрос про упрощение увольнения, про упрощение всего. Ну и упрощение наймов. Да, упрощение наймов. Знаете, я вот на самом деле очень-очень-очень за, потому что, как мне кажется, действующий трудовой кодекс, он дает очень большой перекос в сторону работника. Сейчас, после кризиса, видимо, да, когда вот был всплеск увольнений во время кризиса, когда компании вынуждены были какие-то реструктуризационные моменты проводить, программы, сотрудники шли с этим навстречу, с пониманием, а потом спохватились и давай качать права с усиленным. Ну, они, собственно говоря, всегда их, наверное, качали. Да, я бы не сказала, что на самом деле это там как-то после кризиса, потому что основные... То есть нет роста людей, которые злоупотребляют и ищут лазейки в законодательстве? Вы знаете, вот, к сожалению, вот на моей практике, да, я такой лично рост статистически заметила. Да. То есть все-таки есть. И даже больше могу сказать, что люди, которые хотят, скажем так, вступать на тропу войны, открытую со своим работодателем, они начинают обращаться к адвокатам. Там это могут быть их знакомые, друзья, платные адвокаты, кто угодно. Они начинают на переговоры, на рабочие встречи приводить адвоката, да, то есть если что-то там, вручить какое-то уведомление, подождите, давайте дождемся моего адвоката, я ничего без него подписывать не буду. Но это ва-банк ведь. Ну, это ва-банк, понимаете, а если ты встаешь на тропу войны, уже все. То есть либо ты бьешься до конца, да, либо в какой-то момент ты сдаешься. То есть вот сейчас с каждым годом количество людей, которые не соглашаются один на один с работником, растет. Да. Я даже, извините, я даже могу привести пример. У меня тут был недавно случай, он длился год, когда мы пытались уволить, ну, пытались помочь компании. Нет, вы знаете, то есть именно это была процедура именно увольнения, да, то есть работник не справлялся со своими трудовыми обязанностями. Работник постоянно был на связи со своим адвокатом. Когда его уже уволили, он говорил, что мы пойдем в суд и пытались как-то этот вопрос утрясти миром. Он пришел на встречу со своим адвокатом и сказал, что я готов отозвать свое заявление за зарплату в 10 лет. То есть 120 окладов. А у него от наглости не лопнули? Ну, видимо, может быть, он там предполагал больше не работать никогда. Потому что, действительно, если, ну, как бы, ну, в дальнейшем устраиваясь на работу, как бы он предполагает, что, скорее всего, работодатель захочет, ну, потенциальный, захочет получить какую-то рекомендацию, и учитывая... Скандальность. Такое прошлое, да, ну, как бы... Его мало где возьмут. Такой риск принимать на себя будущий работодатель вряд ли захочет. Вот я поэтому считаю, что все-таки большинство сотрудников, они, если даже чувствуют какой-то несправедливость, все равно мирно расстаются со своим работником. Вы знаете, кстати, довольно занятный парадокс, получается, кстати говоря, потому что, на самом деле, компании, которые соблюдают трудовое законодательство, они наиболее уязвимы в этом смысле. Это правда. И, на самом деле, вот, действительно, если там, так скажем, недобросовестные сотрудники, которые захотят заработать на своем увольнении, у них есть для этого возможность. Потому что, объективно, увольнение по инициативе работодателя — это довольно сложная процедура, сложная в юридическом аспекте. И доказать, что он не выполняет свои трудовые обязанности, ну, это непросто, на самом деле. Должны быть максимально подробные документы, которые бы объясняли, в чем состоит его трудовая функция, что такое невыполнение трудовой функции, чтобы это было написано максимально бюрократическим языком, который не предполагал бы каких-то разночтений. Потому что, если какую-то фразу можно прочесть двояко, ну, как бы, все. Это действительно пространство для манипуляций. Вот, возвращаясь к теме нашего голосования по поводу трудовых этих самых книжек, проще составлять какой-то договор, который, возможно, изначально исключит все эти моменты. Вот, вспоминая прошлую свою работу, пришла девушка и устроилась, будучи беременной. Не сказав об этом ни в кадровой службе, не сказав об этом начальнику, не сказав об этом вообще никому. Через месяц у нее эта беременность проявилась, стала очевидной. И когда этот животик увидели все, оказалось, что у нее уже шестой месяц. То есть она пришла на пятый, из-за широких одежды было незаметно. И она тут же подает, пишет, там, какой-то минимум надо отработать три месяца, да? И тут же подает заявление на беременность, ну, по уходу за ребенком, и все. Девушка молодец. Да, девушка молодец. Действительно, с Надеждой в перерыве чуть-чуть обстали. Да нет, не в кавычках, почему? Она на самом деле молодец. С одной стороны, она себя защитила, конечно. Конечно, то, что наше государство, возможно, не так обеспечивает права женщин, которые, может быть, сами идут на рождение ребенка, с другой стороны, она обманула кадровую службу, обманула работодателя, обманула, получается, всех по цепочке, бухгалтерию в том числе. Получается, да, но с другой стороны, понимаете, она идет сейчас в декрет, и куда она вернется, вопрос. По закону вы ничего с ней сделать не можете. То, что она скрыла информацию о беременности, но, опять же, да, открываем наш трудовой кодекс. Есть, да, перечень документов, которые работник должен предоставить при приеме. Справка о беременности в этот перечень не входит. Совершенно верно. И здесь, к сожалению, у работодателя связаны руки. Некоторые HR-службы делают следующее. Они открывают соцсети, да, как-то смотрят работника, если профиль закрыт, не закрыт, пытаются понять вообще, чем работник живет и дышит. Ну, если и соцсети не было понятно, то здесь, к сожалению, работодатель связан ровно как же, и работодатель не может понять, там, беременность, уголовная ответственность была или нет. Потому что тоже кодекс не устанавливает, ну, как бы, даже, скажем так, запрещает, да, собирать эту информацию, за исключением, там, например, кредитных организаций, если, там, представитель управления банка. Вот. Ну, и так далее. Поэтому, ну, с другой стороны, она месяц поработает, уйдет, куда она вернется? Опять же, вопрос, если не вернется. Девушка устроилась по трудовой. Если бы работодатель изначально, если бы трудовой, институт трудовых книжек упраздняется, и работодатель составляет контракт, который нужен только ему, который интересен только его компании, он пишет, вот, девушки, вы извините, это жестоко, но я хочу, чтобы вот три года вы не беременели. Подпишитесь, пожалуйста, здесь. Ну, жестоко, да. Если хотите забеременеть, ну, извините, я пойду, найду другую девушку, которая не будет беременеть три года. Вот. И, соответственно, вот эта девушка, она не будет подписывать этот документ, потому что у нее уже несколько месяцев пока еще скрыт, и она пойдет в ту компанию, где вот это все конкретно не прописывается. Понятно, что нарушение прав. Понятно, что государство иногда бросает... Ну, почему же, если там нарушение прав, если вот действительно мы говорим, если этот контракт, это договор подряда, то это он попадает под действия гражданского законодательства, и, ну, собственно, там действуют другие механизмы, и как бы стороны о последствиях уведомлены и согласны, поэтому... И его можно, кстати говоря, его можно довольно легко расторгнуть, работодателям. Мы продолжим обсуждать тему упрощения или усложнения увольнений и найма. Голосуйте, пожалуйста, по номеру 5533. Отвечайте на вопрос, нужно ли отменять институт трудовых книжек как таковых. А. Отменять. Б. Русское. Оставить. Также можете звонить по телефону 65 10 99 6, код города 8495, либо пишите нам на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». И я напоминаю, что гостями нашей программы являются Юлия Чашина, HR-директор рекрутингового портала «Суперджоб», и Надежда Илюшина, руководитель практики трудового права юридической фирмы «Гольцблад БЛП». Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Меня зовут Александр Кашапов. Нужно ли упрощать систему увольнений в России, в Москве в частности? Не слишком ли часто стали злоупотреблять сотрудники при расторжении трудового договора с работодателем буквы закона? Не слишком ли часто они при помощи юристов, конечно же, стали трактовать его в свою пользу и против компании? Против работодателя, который, в принципе, его кормил? Как бы это пафосно не звучало. Ну, естественно, мы согласны пойти навстречу упрощений по найму. То есть без лишних бумаг, без лишних каких-то справок, без даже института прописки. Некоторые компании, несмотря на то, что, в принципе, это незаконно, все равно требуют прописку в Москве и Московской области. И тому пример является такси-командир. Вот не берут они людей не из Москвы и Московской области. Ну, это логично. А как людей из Москвы возить? Хотя по закону нельзя отказывать гражданину России в работе в любом регионе. Есть такой закон. Тем не менее, там на это идут. И об этом говорят сразу во время предварительного собеседования. Но все-таки согласитесь, как бы это коммерческая организация, это их право. С одной стороны, это их право, с другой стороны, у нас запрещается дискриминация по полу, рас, места жительства и так далее. Потому что, по сути, те объявления, которые мы очень часто видим, я извиняюсь, на заборах, там на столбах висят, мы ищем женщину 30-35 лет для выполнения такой-то работы, или мы ищем там человека из Москвы. Ну, по сути, да, это может быть признан дискриминацией на самом деле, потому что, ну, почему нет? Ну, понятно, что есть работы, где не может работать женщина, например. Машинист электропоезда. Да, например. Мне кажется, они лучше и аккуратнее. Я вообще считаю, что водители на дорогах, допросят меня мужчины, аккуратнее именно женщины. Реже рискуют, реже подрезают, чаще анализируют дорожную ситуацию. Кто, женщины? Да. Я с вами не согласна. Вот, кстати, больше того скажу, вот эти вот все СССРовские, ну, как бы еще советские, вот эти вот распоряжения на тему того, что там подъемным краном, бульдозером не может управлять женщина. Сейчас пошел... Самые лучшие краночкицы женщины. Сейчас, кстати говоря, пошел такой технический прогресс, и там вот эти вот манипуляторы, и эти вот краны модные, да, то есть с ними женщина может... Настолько они нежные, что с ними может только женщина. Но с другой стороны, вот ваш пример с такси, да, но с другой стороны, как человек не из Москвы, даже в Московской области, будет возить людей по Москве, если он ее не знает, там, извините, не покажете дорогу или как? Это уже другой момент. Вдруг он знает язык, вдруг он живет в Москве уже много лет, просто из другого региона. Как правило, Москву-то лучше знают не москвичи. Да, кстати, некоторые, как мои родственники, родились в Москве, а знают только район вокруг Биберева. Когда им говоришь про район Бутова, они даже вот... Даже вот приблизительно не могут понять, где это, юг, восток или запад. Вот. Я... Разрешите, с вашего позволения, позволю номер смс-голосования 5533. Вопрос следующий. Нужно ли отменять трудовую книжку или нет? А. Отменять. Б. Оставить. И вот мы сейчас перечисляем некоторые уловки, к которым прибегают работодатели, в частности, составляя договоры подряда, в частности, отказывая в найме женщинам. И есть вот сейчас закон, точнее, не закон, а некоторые... Да, закон. Закон называется о специальной оценке условий труда, который может столкнуть в очередной раз работников и работодателей. Речь идет о вредных производствах. Дело в том, что если раньше вредными местами работ, скажем так, считалось все, что относилось к вредному участку, то есть, если шахта, то вредное... Не опасно. Вредное все вокруг шахты, включая бухгалтеров, включая уборщиков, которые никогда в шахту не спускаются, включая даже водителей, которые просто подъезжают к административному зданию, шеф привозит и увозит, они тоже считались людьми, задействованными на вредном производстве. Сейчас хотят отменить, точнее, строго распределить, что есть вредное рабочее место, что есть невредная вакансия. То есть, если речь идет о каком-то там, опять же, той же какой-то скважине с повышенной взрывоопасностью либо радиационным излучением, то вот административный персонал априори уже невредный, соответственно, он не может рассчитывать на повышенную зарплату, на укороченный рабочий день, на досрочную пенсию, а вот те, кто непосредственно туда спускаются, они на это рассчитывать могут. И то не всегда, смотря какие у тебя функции. Вот. Просто у вас, как юристы и представители HR-индустрии, какие перспективы? Скорее всего, пойдут на это и бизнесы, и работники, и государство пойдет, наверное, примет закон такой. Сейчас, насколько я знаю, данный документ, он находится в стадии законопроекта. Буквально недавно я как раз, он на стол мне лег, этот законопроект ознакомился. Я посмотрела, у нас сейчас есть такая процедура, называется аттестация рабочих мест. Эту аттестацию проводят независимые организации, которые получили надлежащую аккредитацию. Они приходят в компанию, ну, там, в офис или на рабочее место, замеряют, как у вас светит свет, как у вас дует воздух, и дует ли, вот, и куча-куча-куча других факторов, и смотрят, у вас место вредное, опасное или нет, и дают соответствующее заключение. То есть, по сути, то, о чем вы говорите, это, ну, та же самая аттестация рабочих мест, только называется по-другому и делится. Я считаю, что вот то, о чем вы говорите, да, деление рабочих мест на фактический функционал, ну, я считаю, это правильно, потому что сейчас с чем сталкиваются компании, которые непроизводственные, у которых только офисы, там, куча людей сидит в офисе, сталкиваются с тем, что приходит струющая организация, все замеряет, оценивает, допустим, есть вот генеральный директор, да, руководитель департамента большого, они замеряют там его напряженность и говорят, что у него слишком напряженная напряженность, ставят класс 3.2, это опасный, да, пардон, вредный, да, значит, ставят класс 3.2, говорят, что у вас вредные условия труда из-за напряженности, то есть человек просто сидит за компьютером, нажимает на кнопки клавиши и все, и разговаривает по телефону, по сути, да, то есть он ни в какой, ни в шахту, ни в забой, ни в пускать. Можно маленький комментарий, как раз в дополнение к надежде, просто буквально действительно тема актуальна и в моей рабочей действительности. На самом деле, если человек больше 50% своего рабочего времени проводит за компьютером, он действительно получает уже кластер 2 по вредности, хотя это его, ну, как бы, ну, в этом состоит его трудовая функция. Там они ставят, ну, да, вы абсолютно правы, я больше того скажу, что люди, которые больше 50% времени находятся за компьютером, они подлежат обязательному периодическому медицинскому осмотру раз в 2 года, вот, и, соответственно, в любом случае у вас уже аттестация должна проходить, но согласитесь, да, что генеральный директор, который там, может быть, даже не всегда в офисе появляется, соответственно, если ему присваивают вредность, возникает вопрос, а подпадает ли он под все вот эти вот вредные, надбавки, доплаты, отпускает и так далее и тому подобное. Вы представляете, какой стресс, вот всем этим руководить? Я считаю, что поражение нервов, оно не менее вредно, чем поражение от излучения компьютера, если ты проводишь за ним 8 часов в день. Ну, вы знаете, у генеральных директоров зарплата, это тоже, согласитесь, да, и им за это платят, за то, что вы нервничали, за то, что вы нервничали. Вот, и, соответственно, очень долго была позиция государственного органа, что если даже генеральному директору, сидящему в красивом, там, стеклянном офисе поставили класс 3-2, все, то есть он должен все это получать. Это в такой некий шок повергал еще бизнес компании. Вот, ну, вроде как практика, я так понимаю, выправляется на этот счет, и вот закон, он в том числе и призван решить этот вопрос. Ну, а как, по вашему мнению, будет пересчитываться пенсия? Вот люди, которые вот выходят через 15-20 лет на пенсию, вот у них будет это учитываться, то, что они работали на... Сначала занимают ту же самую должность, работали на вредном производстве, а потом, раз произошел перерасчет, у них та же самая должность, но уже производство не вредное, или уже не такое вредное. Ну, как правило, все-таки закон обратной силы не имеет. Имеет, и вчера была у нас пенсионная программа, посвященная пенсии, где закон меняется задним числом, к сожалению. Вот, но... А здесь... Мне кажется, что придумает наше государство в отношении пенсионной реформы дальше, и это... 15 лет — это настолько длительная перспектива, потому что вот я просто помню за последние 5-7 лет, когда я наблюдаю за вот именно этой сферой деятельности, и эта пенсионная реформа прошла, и никому она вроде как и не понравилась, и сейчас ее опять хотят менять, и все это... То есть статистика, понимаете, сколько раз ее хотели поменять за короткий период времени. 15 лет — это, мне кажется, загадывать очень... Ну, опять же, мы упираемся в эти трудовые договоры, договоры подряда о том, что вот эти все моменты, их даже не может быть много, может быть какой-то десяток, ну, может быть, полтора десятка прописать все эти моменты. И, ну, я имею в виду, вот ты работаешь, выполняешь то-то или то-то, тебе за это будет все время, все, пока ты работаешь, начнется такой-то коэффициент. Все, расслабься, можешь не следить за этими вещами, которые происходят там в головах у депутатов, которые, естественно, в шахту никогда не спускались, возможно, им положили на стол какой-то медицинский отчет, и они решили, опа, так компьютерщики, оказывается, тоже страдают, не меньше шахтеров. Шахтеры... У шахтеров риск быть похороненным заживо, а компьютерщик может получить излучение от двух мониторов, вот как вот сейчас у вас происходит. Вот, так что давайте мы вот этими вещами займемся получше и почаще. Ну, получше и почаще, понимаете, здесь государственное регулирование тоже же отсюда не убрать, по большому счету. С другой стороны, если компания хочет дать какой-то мотивационный, скажем так, продукт, да, сотруднику, хорошо, пусть есть такие программы сейчас пенсионные, например, да, добровольного пенсионного страхования, когда компания обращается в негосударственный пенсионный фонд, организовывает, как добровольную медицинскую страховку, да, сейчас делают компании, есть такая же аналогичная вещь, как добровольное пенсионное страхование, то есть часть зарплаты работника уходит в этот негосударственный пенсионный фонд, часть доплачивает работодатель, и по выходу уже работник начинает получать повышенную пенсию, которую он заработал в этом негосударственном пенсионном фонде. Но опять же здесь тоже вопрос, что будет с этими негосударственными пенсионными фондами, где раз в 15-м году. Когда придет время выходить на пенсию, это неизвестно. Я могу сказать, что моя мама буквально месяц назад вышла на пенсию, и она проработала, у нее стаж просто колоссальный. Пенсия 11 тысяч. Хорошо хоть не заставили еще несколько лет дорабатывать, потому что, как мы вчера вскрыли проблему, не учитывается отпуска ученический, не учитывается отпуска за свой счет. В результате твой стаж возрастает на несколько месяцев, а если не на лет. И вот возвращаясь к темам вредного производства, как сейчас увольнение происходит вот в этой сфере, пока еще ничего не изменилось, пока очистки такой не произошло, мест вредных на невредные? Ровно так же. Ровно так же. То есть нет дополнительных сложностей? Нет, дополнительных сложностей нет. У нас трудовой кодекс, слава богу, пока, к счастью, один. То есть производство, непроизводство, вредные, невредные. То есть основания, они одни, они для всех. То есть открывай, читай и посмотри, какой подходит к большей и увольняй. То есть нет, здесь единственное, что может быть вопрос там с доплатами. Опять же, если мы про шахтеров говорим, да, или там про добывающих, может быть там профсоюз какой-то, да, там может быть коллективные соглашения. Но с точки зрения закона нет. То есть основания, они одни для всех, вот выбирайте из тех, которые есть. Кстати, поработал в одной компании, в Западной, в Мариотте. То есть весь менеджмент из Америки. Так я вообще был удивлен, насколько увольнений там не происходит. То есть сотрудник, проворовавшийся, проштрафившийся, проопоздавшийся, его переводят просто в другое отделение. И просто менеджмент, он боится конфликтовать в России. То есть вот приезжая в Россию из Америки, они боятся конфликтовать с юристами в России. И они просто стараются не... Во-первых, репутация о том, что вот какой-то скандал, какой-то процесс происходит. Им это не нужно. А во-вторых, они стараются не избавляться от сотрудника, давать ему второй шанс, после второго шанс третий шанс и так далее, и так далее. Хотя сотрудник на лицо дискредитировал себя полностью. Я был удивлен. Это не поначалу так на самом деле. Они поначалу ведут себя довольно осторожно. Когда только начинают возникать конфликты с работниками, они стараются решить дело миром. Как-то договориться, да, может быть, на обоюдно выгодных условиях разойтись. Но когда они вскрывают, а такое в последнее время встречается очень часто, что у них не один работник, а их, например, 10, которые ведут себя точно так же, тут же менеджмента звенит звоночек, что что-то надо с этим делать. И вот, кстати говоря, в моей практике был недавно случай, когда выявили троих таких работников, которые авансовыми отчетами добавляли себе, скажем так. Спасибо, Надежда. Новости на Финам.ФМ мы продолжим. Через несколько минут мы обсуждаем тему упрощенного найма и увольнений. Мы продолжаем. Наша программа посвящена упрощению увольнения и упрощения найма. В Москве и в России Юлия Чашина, HR-директор рекрутингового портала «Суперджоп», наш гость. И гость номер два, Надежда Илюшина, руководитель практики трудового права юридической фирмы «Гольдсблад БЛП». У нас, кстати, Надежда рассказывала о том, что западный менеджмент все увереннее начинает чувствовать себя в России, и в Москве в частности. И эта уверенность распространяется и на возможности, кстати, увольнения сотрудников. Ну, кстати, я, собственно говоря, мысль, если довести до конца, то она довольно простая. И менеджмент обнаружил, что работники не чистые на руку, ведут себя не очень хорошо, они в какой-то момент жизни начинают задаваться вопросом, а почему я должен с этим работником договариваться по-хорошему, то есть вот он у меня что-то там забрал, я с ним должен договориться по-хорошему, и еще компенсацию ему за это заплатить. Но, в принципе, они правы, да, с другой стороны, чисто репутационно, концептуально, но это понятно. И они занимают принципиальную позицию, и готовы с работниками судиться, и не судиться, и даже там, может быть, с юристами как-то, да, больше. То есть это принципиальная позиция. Кстати, а если не доводя дело до судов, вот насколько сейчас в России приобретает силу практика досудебного регулирования, которое связано с материальными компенсациями? Очень хорошо. Если вы заключаете соглашение о расторжении, да, и тем более, если вы платите по нему какую-то, хоть какую-то компенсацию, его практически невозможно оспорить в суде. У нас были случаи, когда работники, получив компенсацию, шли в суд и говорили, вот, меня заставили, меня принудили, меня вынудили, и на меня оказали давление. Знаете, такие дела обычно, они за одно, максимум, два заседания решаются. Судья задает очень простой вопрос, скажите, пожалуйста, а вы деньги получили? Работник говорит, я получил. Он говорит, а вы к работодателю возвращались, потому что вы не согласны, что вы их получили? Как-то он говорит, нет, ну все, отказать. Вот так это выглядит. То есть это действительно самый безопасный способ, да, но он не всегда самый эффективный, потому что есть некоторые работники, которые говорят, хорошо, давайте мне, там, я, деньги у вас, да, какие-то там. Ну, зарплату за 10 лет. Да, зарплату за 10 лет. Неадекватные требования. Да ладно, 10 лет, да хотя бы год, да. Если это не топ-менеджер, не всякая компания готова это платить, вот, да хотя бы год, да, и тогда уже ничего не остается делать, потому что если по закону увольнять, да, компания заплатит меньше. Да, ну и плюс есть еще такой момент, как бы если составляется такое соглашение, нужно учитывать тот риск, что в компании создаются прецедент, и если об этом становится остальным сотрудникам известно, ну вот как-то они тоже начинают проявлять иногда нездоровый интерес при собственном увольнении, то есть, а почему там Вася ушел, не знаю, с двумя окладами из компании, а меня вы хотите уволить вот просто так, я категорически не согласен. Ну, то есть, вот как бы, да, такие соглашения это тоже инструмент, но, наверное, там пользоваться им нужно все-таки с аккуратностью. А вот мне Вася сказала, что ему заплатили, я тоже столько хочу. Кстати, вот уважаемый юрист и уважаемый рекрутер, вот скажите, пожалуйста, вот в процентном соотношении скандальных людей и людей, которые выходят на тропу войны с работодателем, с человеком, который, в принципе, кормил его, какое-то? Я могу только из своей практики сказать. 99 на 1? В моей, в моей, я надеюсь. Знаете, просто к нам обращаются обычно, когда уже есть конфликт, да, и его нужно решать, там, медиацию какую-то запускать или что-то делать еще. То есть, у нас практически каждое увольнение, ну, там, через одно буквально, оно... Через одно, то есть половина? Ну, если не больше. Ну, все-таки надо учитывать, что действительно у Надежды там специфика предполагать, что как бы к ним обратились уже, когда компания сама не может проблемы решить. Ну, а вы, Юля, общаетесь же с рекрутинговыми ресурсами другими соседними? Да, плюс я сама HR-директор, я сама наниматель, и как бы у меня тоже сейчас 100-200 человек, и, ну, конечно, меньше, на самом деле здесь еще, ну, меньше, чем 50%, да, вот. Ну, наверное, может быть, процентов 20. Здесь... То есть 80 человек соглашаются с работодателем, соглашаются с тем, что нужно покинуть место, и тем самым сохранить свою репутацию и, возможно, и рекомендации, которые... Да, репутацию, рекомендации. Здесь, на самом деле, еще много зависит при увольнении, много зависит от самого руководителя, насколько он правильно объяснил действительно причину расставания, если, как бы, мы расстаемся с человеком, потому что он не выполняет свои трудовые обязанности. Ну, как бы, неадекватные люди есть всегда, везде, в любой сфере деятельности, и, на самом деле, здесь... И в любом статусе. Да, в любом статусе, и здесь, как бы, еще там задача HR, чтобы такой человек не попал уже на этапе входа в компанию, но... И вот тут нам помогают соцсети. Да, да, ну, кстати, да, тоже, в том числе, как инструмент, он используется, но не всегда, конечно, удается это выявить, потому что, ну, иногда человек себя просто ведет, там, в критической ситуации, допустим, неадекватно, когда для него увольнение, там, явилось шоком, и он готов на многое, лишь бы, вот, подпортить еще и жизнь своему работодателю. Вот приведу вам пример работников СМИ. Некоторые высокооплачиваемые ведущие телевидения, радиоэфира, а также просто высокооплачиваемые сотрудники различных телерадиокомпаний, включая государственных, они по нескольку лет могут работать на договорах подряда, которые длятся от месяца до трех месяцев. Ну, некоторым заключают на год, даже на два. Это делается для того, чтобы проще избавляться от сотрудников. С одной стороны, есть, конечно, случай из ряда вон, когда по звонку позвонил какой-то знакомый, знакомого, высокопоставленного и сказал, вот, я хочу свою дочку поставить в кадр, пожалуйста, поставьте, а там вся сетка запланирована, нужно этого устоявшегося сотрудника, у которого нет протекции, быстренько уволить, а поставить по звонку. Есть такая даже шутка, у вас кто на радио? Блад или сестла? Сестла. Да. Почему? Вот иногда мы смотрим по телевидению и слушаем по радио людей, которые, в принципе, не должны ни звучать, ни что там не делать. Вот. А есть другой момент, что действительно зарплаты у некоторых ведущих или у некоторых сотрудников очень высокие, иногда финансирование недостаточно, и нужно просто вот с этим сотрудником распрощаться, потому что, ну, в три раза ему не уменьшишь зарплату, и он на это не пойдет, ну, нужно с ним по-быстрому распрощаться, поэтому такие вот двух-трехмесячные договоры составляются. И некоторые люди работают по нескольку лет на этих двух-трехмесячных договорах, которые могут продлеваться или не продлеваться. Это тоже, я так понимаю, мера защиты такая долгая. Ну, здесь можно, наверное, долго рассуждать на тему того, по каким причинам именно выбирается вот именно такая форма взаимодействия. И даже я бы не оперировала терминами работодатель-работник, скорее заказчик-исполнитель, потому что все-таки я настаиваю на том, что это гражданское законодательство, и это совсем отдельная тема. Но, с другой стороны, человек, который нанимается на таких условиях, он же подписывает этот договор. Он согласен с этими условиями. Ну, как бы, в чем претензии-то дальнейшие. И что самое интересное, ведь работники же действительно работают и не ходят никуда, не спрашивают, и не задают вопрос, извините, а почему у меня вот так вот, а не вот так? Ну, значит, это всех устраивает. Вот это мы возвращаемся к тому, что пора бы уже отменить эту трудовую книжку. Кстати, уважаемые дамы и господа, радиослушатели, звоните, точнее пишите смс по номеру 5533 и отвечайте на вопрос, нужно ли отменять эту самую трудовую книжку или нет. Через 2-3 минуты мы подведем уже итоги нашего голосования. А, отменять, Б, оставить. И вот раз уж мы затронули в одном из моментов тему топ-менеджмента, вот, золотых парашютов, которые, вот, и затронули компенсации при увольнении. Золотые парашюты, естественно, касаются компенсации при увольнении высшего звена. Недавно, кстати, правовое управление Госдумы подвергло критике законопроект, простите, о золотых парашютах. С предложением ограничить выплаты топ-менеджерам выступили представители Общероссийского народного фронта. Ну, а законопроект предполагает, что выплаты руководителям госкорпорации будут ограничены годовыми окладами, а госкомпании полуторагодовыми зарплатами. Я так понимаю, это все не имеет значения, поскольку если сотрудника нужно наградить большим окладом, чем это прописано в законе, его найдут способ, как наградить. Конечно, это может быть премия, материальная помощь, что угодно, конечно. Переработка, совмещение. Скорее всего, премия. Скорее всего, это будет некая такая компенсационная, мотивационная вещь. То есть здесь можно жонглировать терминами, да, там, указать в соглашении выходное пособие в размере оклада и при этом премию за успешное ведение проектов в размере 10 окладов. Ну, законодатель, мне кажется, в этом смысле не ограничивает нас. Или можно заключить дополнительное соглашение, да, где прописав там, не знаю, все что угодно. Работодатель, в принципе, если он желает не нарушать закон и в то же время желает соответствовать требованиям, может быть, даже сказать, общественности, он найдет способы, как премировать человека различными лазейками, найдет потоки денежные, да, и найдет... Тем более, если с этого вознаграждения будут выплачены все положенные налоги, почему нет? Это право работодателя выплатить премию в любом размере. Как говорится, было бы желание. Да, было бы желание. Вот напоследок у нас остается две с половиной минуты. Почему, собственно, возникла вот эта вот тема упрощения и увольнений? Некоторые контракты заключаются даже по трудовой. На следующих основаниях прописывается официальная зарплата, скажем так, копеечная, а все остальное начисляется премией. Если сотрудника тяжело уволить, но он перестал соответствовать требованиям, ему выплачивают эту официальную прописанную зарплату, а премию просто не означает. И тогда сотрудник вынужден сам уже писать заявление, потому что он месяц от месяца получает вот эти вот крупицы. Либо сам увольняется, либо в суд. Ага, то есть все-таки есть шансы, и люди идут и выигрывают, я так понимаю? Ну, у меня, к счастью, не было таких случаев пока еще, потому что, опять же, повторюсь, все компании... Которые оспаривали премию. Ну, здесь, кстати, еще все зависит от того, насколько прозрачно прописаны условия... Все прозрачно, компания чистая, зарплата белая. Просто вот сама зарплата 10%, 90% премия. Нет, нет, речь идет о том, что как бы... Критерии выплаты премии. Критерии выплаты премии. Если они прозрачные и понятные, что, да, действительно, там... Не знаю, наверное, не имеет смысла спорить, потому что работодатель докажет, что ты не заслужил премию. А если там, опять же, это предполагает некоторые разночтения, здесь любой простор для творчества открывается. Кстати, Юлия, вот у вас на Суперджобе нет топ-менеджерских вакансий. А где их можно найти? Вот я хочу быть топ-менеджером Газпрома или Роснефти. Как мне найти вот эту вакансию и попытаться изменить свою жизнь, чтобы соответствовать этим требованиям? Это прекрасное стремление, Александр. Ну, на самом деле, объективно, топ-менеджеров не ищут по объявлениям. То есть это... Набрали по объявлениям. Да, отдельная категория граждан, там всё-таки действуют немножко другие критерии. Ну, знакомство понятно. А как вот мне, человеку с улицы, сделать свою репутацию, организовать свою жизнь так, чтобы меня заметили люди мира, сильные мира сего? Стремитесь, работайте, достигайте результатов. Качественно, честно. Не спорьте это. Не знакомиться, знакомиться. Уважаемые радиослушатели, 50% высказались за то, чтобы отменить трудовую книжку, а 50% не видят смысла в том, чтобы отменять трудовую книжку. Видимо, никто из этих 50% не пытался совмещать. Гости нашей программы Юлия Чашина, HR-директор рекрутингового портала «Суперджоп» и Надежда Илюшина, руководителя практики трудового права юридической фирмы «Гольцблот БиЛП». Спасибо, что звонили нам, писали нам, смсили нам. Меня зовут Александр Кошапов. Это была программа «Парадокс», посвященная упрощению найма.